Всем привет! Я Ива Афонская, поэтесса и художница из Москвы, переехавшая жить в Болгарию на курорт Святой Константин и Елена. И сегодня я хочу рассказать о ресторанах этого курорта, чтобы приехавшие на отдых знали, куда тут можно пойти. Вначале я расскажу о четырех самых интересных ресторанах курорта. И начну я с самого оригинального и романтического, на мой взгляд, ресторана, курорта Святые Константины и Елена, ресторана «Сириус». Он находится в деревянном парусном корабле, стоящем на берегу моря, в начале северного пляжа. Около гостиницы, которая тоже называется «Сириус». А вот его управляющие в форме капитала. Внутри корабля несколько залов со столиками, оригинально оформленных в морской тематике. Тут и аквариумы с рыбами, и картины, изображающие море и корабли. Музыка. 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 По этой лестнице по борту корабля можно подняться на палубу, где тоже есть столики, и посидеть там с видом на море, а вечером под звездами, слушая плеск волна. На палубе есть вот такой штурвал. Отсюда с высоты открывается чудесный вид на панораму курорта. Видите, какой он зеленый, весь в зелени. Я стою на палубе, любуюсь этим видом, и очередной раз думаю, до чего же приятно жить прямо в парке. Во всяком случае, таким большим любителем природы, как я. Вас, наверное, интересуют, какие же цены в ресторанах курорта Святые Константина и Лена. Цены небольшие. Они, естественно, в левах, в национальной валюте болгарской. Один лев – это половина евро. Таким образом, чтобы узнать цену в евро, нужно просто делить все на два. Средние цены на второе блюдо от 10 до 20 левов, то есть от 5 до 10 евро. И закуски и салаты в среднем от 4 до 6 левов, то есть 2-3 евро. В 2019 году на курорте построили новое отец. В этом доме находится в виде замка «Вилла Чинка» на берегу моря. И рядом с ним, тоже на берегу моря, построен второй маленький замок в виде одной башни, внутри которого находится ресторан. Вернее, внутри только барная стойка, так как башня очень маленькая. А столики располагаются на террасах над морем с двух сторон от башни. С красивым видом на море и пляжи, на которых стоит стилизованный под старину башня. И с видом на соседний замок отель «Вилла Чинка». Музыка 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 На башне есть небольшая терраса, на которой стоят пушки. И вот такое интересное кресло-ракушка, куда можно сесть и засняться. Музыка Это самый дорогой ресторан на курорте, значительно дороже остальных. Самый известный ресторан курорта – это ресторан «Иванчев Хаб». Этот ресторан существует уже более 10 лет, с 2008 года, о чем свидетельствует надпись на его фасаде. Он известен на всю округу, в него приезжают и из Варны, здесь справляют всякие праздники, торжества. Он находится на автотрассе, соединяющей святы Константина и Елена с Варной с одной стороны и с золотыми песками с другой. Около отеля, который также называется «Иванчев Хан», раньше назывался «Ханат». И рядом с ними еще отель «Святая Елена». И напротив – ботанический сад. И рядом с рестораном остановка «Ботаническая Градина», что означает «Ботанический сад». В гостинице «Иванчев Хан» есть открытый минеральный бассейн с термальной водой и две термальные джакузи. Туда можно купить билеты, не проживающим в гостинице. И таким образом посещение ресторана можно соединить с посещением термального бассейна. Иванчев Хан называет себя «Этнический ресторан». Его здание красиво оформлено в национальном стиле, внутри и снаружи, в виде двухэтажного дома традиционной национальной болгарской архитектуры. А возле дома красивый сад с розами и другими цветами, столиками среди роз и беседками, увитыми виноградом. В середине маленький прудик с водяными лилиями. В него впадает маленький водопад. Очень красиво и оригинально сделано. Ресторан работает круглый год. В зимнее время, конечно, только в помещении, а летом можно сидеть в саду. Вечерами в саду живая музыка, играют музыканты, поют певцы. Есть площадка для танцев и желающие танцуют. По выходным, дням и пятницам, а бывает и в другие дни, проводятся фольклорные программы. Показывают танцы народов мира и, конечно, зажигательные болгарские национальные танцы в национальных костюмах. Показывают танцы народная музыка, играют музыканты,ativity и سан earn. Показывают танцы народная музыка и музанина. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Болгарская национальная танцевальная традиция. Болгарская национальная танца. Болгарская национальная танца. Болгарская национальная танца. Болгарская национальная танца. В общем, у нас тут весело. Заканчивается вечер представлением, которое называется «Танцы на огне». Но о нем будет рассказано в отдельном фильме, который будет следующим. Скажу только, что посмотреть на это шоу специально привозят туристов на автобусах на экскурсию с других курортов. Потому что это представление можно увидеть только на курорте Святой Константина Елена и только в двух ресторанах. Это Иван Чевхан и второй расположенный рядом ресторан Капы Тута, о котором я сейчас расскажу. Причем в этих ресторанах, поскольку представление идет в открытом дворе, можно без проблем зайти и просто бесплатно его посмотреть. И не обязательно что-то в ресторане брать. Рядом с рестораном Иван Чевхан, справа от него, если стоять лицом к автотрассе, на небольшом расстоянии, находится ресторан Капы Тута. Это вход в ресторан. Давайте сюда войдем. Здесь также есть красиво оформленный дворик, даже большего размера, чем у Иван Чевхани. Много роз, увитые виноградом беседки, под которыми стоят столики. Протекает маленькая речка с мостиком на ней. И даже стоит маленькая статуя Мадонны. Летом каждый вечер в 9 часов здесь идет фольклорная программа с национальными песнями и танцами и театральным костюмированным представлением. Завершается она также представлением танца на окне, а потом живая музыка для танца. Он находится рядом с продуктовым супермаркетом «Изербилл» на небольшой площади, где находится автостоянка и автобусная остановка 31 автобуса. Ближайшие гостиницы рядом с ним – это отели «Романс» и «Приморский». Отсюда отходят три дороги. Одна дорога ведет вдоль северного пляжа, вторая – к пляжу «Астаргаден» и гостиницы «Сириус» и кораблю ресторану «Сириус». И третья ведет к ресторану «Капытота». Он буквально в паре шагов от этой площади. Здесь также вечерами в летний сезон можно увидеть представление танца на окне. Ресторан «Капытота» работает круглый год. Но фольклорная программа только летом. В зимнее время здесь вечером может быть просто живая музыка. Играет музыка. «Звезды реarmат» Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 курортах болгарии их нет это наш эксклюзив также как эксклюзив курорта святой константина елена и шоу танцы на огне о котором пойдет речь в следующем фильме раньше рядом с рестораном капетота был еще третий ресторан таком же стиле он назывался марина там тоже шло представление танцы на огне но в этом году его к моему большому сожалению разрушили и на его месте строят отель как будто и так не хватает отелей и нельзя было его построить другом месте я просто плачу и рыдаю от того что разрушили ресторан потому что он был очень красивый в нем был тоже очень красивый открытый дворик в национальном стиле весь утопающий в цветах и я просто не понимаю как у людей вот рука поднялась разрушить такую красоту и у меня остались фото и видео съемка этого ресторана это уже можно сказать архивная историческая съемка и я все-таки включила ее в этот фильм пусть даже этого ресторана уже нет чтобы ну хотя бы посмотрели вот какая тут красота была и вот ее сломали как жалко у начала северного пляжа с той стороны где стоит корабль находится приятное кафе который называется бестро романтик оно располагается на набережной с видом на море в конце гостиницы флагман на первом этаже есть закрытая часть со столиками но летом там как правило никто не сидит а сидят за столиками на набережной на открытом воздухе кафе романтик работает лет и вечером вечером тут можно сидеть под звездами слушая плеск волн и смотря на море что может быть лучше обстановка здесь очень романтичная соответствующие его названию в центре растет огромное дерево платан можно сидеть под деревом вечером тут живая танцевальная музыка на сцене поют артисты можно танцевать по ценам это может быть самое дешевое заведение на курорте цены ниже чем в других ресторанах это все-таки кафе а не ресторан на дороге идущей вдоль северного пляжа расположены три ресторана с маленькими садиками где столики стоят прямо на открытом воздухе и здесь приятно посидеть и днем и вечером один из них в самом центре называется the garden что в переводе с английского означает сад очень приятное место тут есть и небольшие качели и горки для детей сад оформлен цветами раньше тут не было музыки но в этом году здесь появилась и живая музыка вечером зажигают фонарики вид очень романтичный и уютный а Слева от ресторана The Garden, первым по улице, если идти из центра курорта, находится похожий ресторанчик с выразительным названием Рай. Тут маленький домик, где сдаются комнаты и около него маленький садик с несколькими столиками, в видных виноградом беседках. Тоже очень миленькое место. Музыки тут пока не было, здесь просто место, чтобы посидеть, поесть и пообщаться в тихом месте, в тихом, приятном зеленом садике. Тоже тут цены недорогие, приемлемые. Вот салата 4,5 до 6, супы около 3 лев. Вот тоже основные блюда от 6 до 10 лев. То есть вы помните, да, евро это в половину. И третий ресторан на этой улочке, самый последний, если идти из центра курорта к концу, называется Вилла Маре. Он находится в жилом доме, как здесь говорят, в комплексе, с таким же названием Вилла Маре. То есть это дом с квартирами и ресторан находится на первом этаже. Вот это вход в этот дом. Как видите, тоже все красиво в цветах. И внутри дворик. Ресторан имеет закрытую часть в помещении и также столики на открытом воздухе. Они расположены и на террасе наверху, и во дворе. Ресторан предлагает итальянскую, русскую и европейскую кухню. Цена тут может быть несколько выше среднего уровня курорта Святой Константина и Лена, других ресторанов. Но его кухню очень хвалят. Ресторан, который называется The Bay, в переводе с английского «бухта», расположен согласно своему названию в бухте. Это маленькая, уютная, романтичная бухта, где также маленький пляж. И ресторан стоит прямо на пляже, его терраса с видом на море. Этот пляж расположен с одной стороны, у него на берегу стоит термальный центр «Аквахаус». И с другой стороны жилой комплекс «Альбатрос Сьюц». Здесь приятно посидеть и днем, и вечером в романтичной обстановке с видом на море. В самом южном конце курорта, на холме над южным пляжем, есть еще два маленьких ресторанчика с открытыми террасами с видом на море. Один из них называется «Рыбарский кыт». Гласное «ы» в болгарском языке передается не буквой «ы», а твердым знаком, без палочки. Поскольку в русском и болгарском языках есть много одинаковых или похожих слов, я подумала, что слово «кыт» означает «кот». И, наверное, так бы подумали многие русские. И что название ресторана переводится как «рыбанский кыт». Рыбаки же, как все люди, могут держать котов и кормить их выловленной в море рыбой. Но потом я увидела в соседнем с нами городе Варне кафе с изображением детей на вывеске и названием «детский кыт». И подумала, не может же это означать «детский кыт». Это как-то странно. Наверное, кыт – это все-таки не кот. Тогда я полезла в словарь и оказалось, что это слово означает совсем не кота, а гостиная, столовая. Название «рыбарский кыт» означает не «рыбацкий кот», как я думала, а «столовая для рыбака». Но место, где рыбак может отдохнуть и перекусить после рыбалки. Но если вы не рыбаки, вас тут тоже покормят. А рядом с рыбацким котом находится еще один такой же ресторанчик с открытой террасой с видом на море, который называется «The View» на английском, что в переводе означает «вид», поскольку он имеет красивый вид на море, так же, как и ресторан «Рыбацкий кыт». Вот я сфотографировала меню с ценами этого ресторана. Таран «Happy House», что в переводе «Счастливый дом», находится на Большом проспекте, ведущем к Гранд-отелю «Варна». Я называю эту улицу «Виа Гранд-отель». Среди елового бора, среди красивого пар. Он с крышей, но без стенок. Так же, тоже, как будто на улице на открытом воздухе. Красиво оформлен маленьким водопадом и кустами роз. В конце проспекта «Виа Гранд-отель», напротив Гранд-отеля «Варна» находится ресторан, который называется «Шибка». У него есть и закрытое помещение, вот оно, и столики на открытом воздухе рядом, во внутреннем дворике. «Шибка» в переводе с болгарского «Шиповник». Но название ресторана связано не с растением, а с известной горой на Балканах, где находится знаменитый Шибкинский перевал, где происходила важная битва во время русско-турецкой войны, в которой погибло много русских солдат. Поэтому это памятное место и для русских, и для болгар, как память о битве в русско-турецкой войне. И болгары помнят об этом, и на Шибкинском перевале стоит мемориальный памятник. Туда организуются экскурсии. А напротив ресторана «Шибка», прямо у входа в гранд-отель Варна и около территории гранд-отеля Варна, граничи с ней, находится ресторан «Секрет Гаден», «Секретный садик». Там тоже столики на открытом воздухе и вечером живая музыка. «Секретный садик». «Креп». «Секретный садик». «Б台 flying вwatеле, поиск вода гранди». «Секретный садик». «Б台 klein всё время светит в readable忌mek М this完 Viaюнадки». «Скретный садик», Ресторан «Славяне» Ресторан «Славяне» стоит как бы посреди парка. Рядом парк около монастыря, дальше парковая зона, ведущая от монастыря к гранд-отелю. Есть еще ресторан «Сербской кухни». Он находится на территории гостиницы «Святая Елена», стоящей на автотрассе рядом с гостиницей и рестораном «Иван Чавхак» и автобусной остановкой «Ботаническая Градина». В ресторан есть вход со стороны дороги, автотрассы и с территории гостиницы также. Он стоит на берегу бассейна и имеет столики на открытой террасе с видом на большой бассейн и красивую зеленую территорию гостиницы. Тоже приятный вид. И кроме этих ресторанов также есть кафе на всех пляжах. Возможно, в будущем могут открыться какие-то другие рестораны. А еще в болгарских ресторанах постоянно поют русские песни. И несмотря на то, что немецких туристов здесь не меньше, чем русских, но немецкие песни болгары не поют. Они поют российские. И звучат практически одни российские песни. Я даже и не слышала, что какие-то болгарские. И когда из каждого ресторана каждый вечер слышишь какие-нибудь там «Миллион алых роз» или «Не падайте духом поручик Голицын» или «Позови меня тихая родина», то и чувствуешь себя так, как будто ты у себя дома, как будто ты никуда не уезжал, как будто ты в России. Вот это одно из чувств, за что русские любят как отдыхать в Болгарии, так и приезжать сюда жить постоянно. Ощущение того, что ты у себя дома. Больше всего они любят песню, как я поняла, Шефутинского «Душа болит, а сердце плачет». Прям каждый вечер из каждого ресторана звучит по-русски с болгарским акцентом. Душа болит, а сердце плачет. Прям любят они что-то такое душесчипательное, как я поняла. Я рассказала о том, что есть на курорте «Святая Константина и Лена». А теперь я скажу о том, чего здесь нет. Здесь нет шумных дискотек и ночных клубов. Но они нам тут и не нужны. Нам тут и без них весело в ресторанах. Курорт «Святые Константина и Лена» – это не молодежный тусовочный курорт. Это тихое, спокойное место для более солидных людей. Куда едут более солидные люди, которые любят ходить по интересным, красивым ресторанам. Это такое вот место, где люди ходят по ресторанам, сидят в ресторанах и где много интересных ресторанов. А также здесь нет всяких там стриптиз-клубов, где снимают проституток, которых много на солнечном берегу. И слава Богу, что у нас здесь нет всей этой гадости. У нас здесь приличное место для приличных людей. Так что, если вам нужны такие развлечения и услуги, вам не сюда. Здесь приличные люди отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует...